Опасная стена. Жители многоэтажного дома в Энгельсе несколько лет не могут добиться ремонта своего многоквартирного дома. В управляющей компании людям объясняют, что всему виной пустующая квартира на первом этаже, в которой рвутся трубы и от горячего пара гниют стены. Но хозяин помещения не появляется уже много лет, а коммунальщики не могут проникнуть на частную территорию. Почему права одного человека нарушают права целого подъезда, выясняла Юлия Шишкина. У нас появляются трещины в доме. Начиная от второго и снизу этажа идет вот такая вот трещина. Видите, вот она пошла трещина, пошла. Здесь уже кирпичи вот трескаются. Валерий Кахутин с тревогой наблюдает, как трещина ползет до последнего десятого этажа. Квартира в Энгельсе по адресу Тельмана, 33, военному пенсионеру, майору морской авиации, досталась бесплатно по линии Министерства обороны. И переезжая 15 лет назад в новостройку, он радовался. А потом заметил, что из-за вечно сырого подвала оседает фундамент и разрушаются стены. Жильцов замучили пожары в электрощитках. После пожара у нас периодически происходили замыкания. То есть щитовая взрывалась. Взывала я управляющую компанию электриков. Ну, электрик объясняет тем, что там сырость, испарения идут. То есть на проводах у нас в том году прям были капли. Мы открывали щитовую, и все это было наглядно видно. Этот щиток после пожара ремонтировали полтора года назад. Но железная изоляция уже проржавела на стенах потеки. Жильцы дома боятся однажды провалиться в подвал с горячей водой или что дом треснет. Они уверены, что корень их бед вот под этими рекламными плакатами. На первом этаже пустующие помещения, хозяин которых бесследный сейчас. Когда дом еще сдавали, и мы первый раз заселились сюда 15 лет назад, как были эти помещения закрыты, так и оставались закрыты. Внутри там происходят прорывы часто, горячей воды, холодной воды, отопление. И происходит намокание стен. Один раз я заглядывал, когда первый раз приезжали. Там все завалено стеллажами магазинными какими-то и все. Результат коммунального беспредела внутри, заметен и снаружи. От постоянного пара кирпич искрошился и стал похож на слоистые скалы. Фотографии страшных видов стены дома жильцы отправляли в управляющую компанию. Сигнализировали СОС Энгельскому городскому совету депутатов. Народные избранники ответили, что при формировании плана ремонта на 2014 год вопрос будет рассмотрен. Безрезультатно. Так пенсионер Кахутин оказался заложником в своей же квартире. Эта квартира приходит не только в упадок, она же и в цене теряет в деньгах, потому что видите сами. А также я не могу никуда ее не сдать и не продать. Ничего я не могу с ней сделать, потому что в таком состоянии дом сейчас находится. Пенсионер в очередной раз идет в свою управляющую компанию «Коммуналсервис». Посетителю напоминают, что их организация приняла дом всего-то в прошлом году и про трещину узнали недавно. Тем не менее, уже занимаются поисками собственника опасной квартиры. Сейчас подключили, запросы сделали и в полицию, и в администрацию. Администрация тоже принимает все меры для того, чтобы этих людей найти и эти помещения определить. Либо они приводят их в порядок надлежащий, либо мы изымаем их. И как мне теперь вот быть, если, допустим, дом рухнет? Кому мне обращать? Да не рухнет дом, что уж вы сразу. Но Валерий Анатольевич не верит. И если по истечению 30 дней ничего не изменится, собирается подать на управляющую компанию в суд. Отсудить деньги за невыполненный ремонт и купить себе другое жилье. Подальше от опасного дома. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.